Стоп терроризм! Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Депутаты Государственной Думы приняли обращение к парламентам мира в связи с ракетным ударом Соединенных Штатов Америки по военному аэродрому на территории Сирийской Арабской Республики 7 апреля текущего года. Депутаты выражают возмущение в связи с грубым нарушением США общепризнанных принципов международного права и призывают парламенты мира и международные организации осудить агрессивные действия Соединенных Штатов, подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма. В ходе обсуждения в поддержку обращений высказались представители всех фракций. Подробнее об обращении нам рассказал депутат Госдумы от Нинецкого округа Сергей Коткин. Депутаты выразили возмущение в связи с грубым нарушением Соединенных Штатов Америки общепризнанных принципов международного права. И мы обратились к парламентам всего мира осудить агрессию Соединенных Штатов Америки, нарушающую основополагающие принципы международного права и подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма. Отметили, что победить эту главную угрозу 21-го столетия, терроризм, можно только через построение эффективной системы коллективной международной безопасности, которая сможет обеспечить всем суверенным государствам спокойствие и мирное небо над головой. Повышение эффективности взаимодействия всех уровней власти в сфере борьбы с криминальной и теневой экономикой в регионах. Этот вопрос обсудили на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе, которое прошло в Санкт-Петербурге. Участие в заседании принял и губернатор Нинецкого округа Игорь Кошин. В ходе заседания полпред Николай Цуканов отметил, что перед органами власти всех уровней стоит важная задача – выработать механизмы взаимодействия, направленные на снижение масштабов теневой экономики в регионах. Речь шла о новых нормативно-правовых, административных и информационных механизмах взаимодействия органов власти. Предпосылками к этому стала предоставленная полпредом в Северо-Западном федеральном округ статистика, в частности, значительное количество налоговых правонарушений, недостаточно прозрачность финансовых расчетов в сфере ЖКХ, общее количество преступлений экономической направленности. Такая ситуация, по словам Николая Цуканова, требует усиления взаимодействия регионов с федеральными органами исполнительной власти. Серые зарплаты, недополученные в казну округа доходы, оборот контрафактной или фальсифицированной продукции, нелегальная коммерческая деятельность, в том числе в рыболовстве, все эти проявления теневой экономики Нинецкого округа, которые влияют не только на развитие региона, но и ударяют в первую очередь по социальной и экономической защищенности наших жителей, отметил губернатор Нинецкого округа Игорь Кошин. Выработка действенных механизмов по борьбе с этими явлениями – приоритет, который ставлю перед окруженными департаментами в сфере их компетенции. В частности, с января 2017 года в Нинецком округе запущен механизм расчетов на услуги в сфере ЖКХ напрямую ресурсоснабжающими организациями. Это позволило обеспечить прозрачность финансовых потоков в данной сфере на уровне региона, снизить существующие задолженности организации. Отдельный значительный блок работы, комплексно реализуемый в последние несколько лет органами власти региона, с целью обеспечения легальной занятости жителей округа и снижения масштабов теневой экономики. Это стимулирование безработных самозанятостей, создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в округе, борьба с контрафактом. От их работы зависит эффективность использования бюджетных средств. Счетная палата Нинецкого округа отметила свой 20-летний юбилей. В рамках праздничной программы во Дворце культуры Арктика состоялся семинар на тему «Практика проведения экспертизы государственных программ в целях предотвращения неэффективных расходов». Именно для этих целей была создана контрольно-счетная палата. А давайте вспомним 90-е годы, когда в стране и в округе были неплатежи, не поступали вовремя налоги, бюджеты были дефицитными, зарплата надолго содерживалась. Я помню, окружные бюджеты принимались не в конце года, а где-то в марте, в апреле. Были возможности для развития злоупотреблений, в том числе и средствами бюджета. Председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин вспоминает о самых тяжелых годах в жизни округа и страны. Именно в этот период возникла необходимость создать организацию, которая бы контролировала весь бюджетный процесс. 9 апреля 1997 года в Ненинском округе появился орган парламентского контроля при собрании депутатов. Тогда он состоял всего из двух человек. «В то время перед контрольно-счетным органом были поставлены новые и важные задачи. Это контроль за исполнением окружного бюджета, подоходами и расходами, контроль за исполнением внебюджетного фонда, контроль за использованием государственных средств и собственности Ненинского автономного округа, а также экспертиза законопроектов, которые предусматривают расходы окружного бюджета. Эти задачи актуальны сегодня, то есть это основные наши задачи, которые мы выполняем сейчас». Сегодня в Счетной палате выполняют свои задачи 17 сотрудников. Это команда профессионалов, ориентированных на высокое качество управления финансами, улучшение социально-экономического положения округа, что способствует повышению благосостояния и качества жизни каждого жителя региона. Их труд высоко оценили. На праздничном мероприятии все сотрудники были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами. Свой общий праздник они встретили в рабочей обстановке. В рамках юбилейной программы состоялся семинар-совещание, основной темой которого стала практика проведения экспертизы государственных программ в целях предотвращения неэффективных расходов. На него поделиться своим опытом и поздравить коллег с юбилеем приехали руководители контрольно-счетных органов из Республики Коми, Архангельской, Вологодской и Новгородской области. Мы с удовольствием к вам приехали, побыть с вами, расстелить вот эту радость вашей, как бы там ни было, вашей юбилейной даты. Очень рада за то, что мы видим жилищный фонд в очень приличном состоянии. Мы видим достойные объекты, социальные объекты. Тоже они настолько вот в таком хорошем вообще состоянии. Мы вчера встретились с такими очень добрыми, теплыми душой и сердцем людей. И это очень хорошо, что у вас сохраняются традиции, местные традиции. И вот все это говорит о том, что ваш регион, ваш округ развиваются в нужном направлении, в нужном плане. Гости семинара и сотрудники счетной палаты НАУП судили основные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются данные органы в субъектах России. В качестве мер по повышению результативности проводимой работы было предложено разработать общие требования к проведению экспертизы, унифицировать сферу разработки и реализации госпрограмм, включая механизм оценки эффективности. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, телеканал «Север». Навсегда в памяти. В 75-летие Великой Победы в Наринмаре может появиться стена памяти. Монументальное сооружение увековечит имена наших земляков, погибших на фронтах войны. Старый аэропорт, улица Рыбников, ресторан «Тиман» и лесозаводской парк. В Наринмаре определены общественные места и парки, которые благоустроят в этом году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В Наринмаре может появиться стена памяти. Монументальное сооружение планируют воздвигнуть в центре города на Аллее Славы к 2020 году, году 75-летия Великой Победы. По задумке инициаторов проекта, стена памяти увековечит имена наших земляков, погибших на фронтах войны. Это более 3 300 имен. Возможность установки такого масштабного сооружения в Наринмаре обсудили на заседании рабочей группы. Идея создать в Наринмаре стену памяти родилась у Нинницкой окружной общественной организации ветеранов войны и труда. Благородный посыл поддержал глава региона Игорь Кошин и поручил проработать проект на рабочей группе. По задумке ветеранов, стена памяти отразит список более 3000 имен наших земляков, тех, кто защищал родину и не вернулся с войны. Даже можно какие-то врезки сделать. Столько-то было собрано средств, столько-то было построено танков, столько-то дружинниками тыла было изготовлено продукции, какие-то фотографии, все это. И тогда эта стена как бы оживет. Она не будет моментально громоздким что ли вариантом. Вот это все надо, так сказать, обсуждать. И все выводить уже в конечном итоге. Здесь потребуются и архитекторы, здесь потребуются и художники, здесь потребуется много специалистов, которые бы вписали действительно это сооружение в общий комплекс. По мнению членов рабочей группы, прежде чем приступить к подготовке эскиза памятника, необходимо провести масштабную работу по актуализации книги памяти. Ни для кого не секрет, что она содержит много неточностей и не включает имена многих, кто отправился на фронт из Ненецкого округа. По словам Елены Меньшаковой, директора Пустозерского музея, это титаническая работа, которая займет не один год. Безумно сложно найти выверенные списки, потому что практика показывает, что когда обращаешься и к документам военкомата, и к спискам, и к картотекам, которые есть, я знаю, о чём говорю, работала с редакцией второй книги памяти, это адская работа, это только по 3000 с лишним человек. Кроме того, по словам участников заседания, ещё одной проблемой в реализации проекта может стать его масштабность. Вписать громоздкий монумент в уже сложившийся ансамбль «Улицы Победы» будет крайне сложно. Впрочем, это проблема второго этапа реализации проекта. На первом решено создать редакционную коллегию, которая будет заниматься созданием уточнённого, выверенного и дополненного списка защитников Родины периода Великой Отечественной войны. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нарьинмаре определены общественные места и парки, которые благоустроят в этом году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Ожидается установка спортивной игровой площадки в микрорайоне Старый аэропорт, благоустройство общественной зоны в районе улицы Рыбников и рядом с рестораном Тимуан. Кроме того, в текущем году благоустройство проведут в районе лесозаводского парка. Всего в управление городского хозяйства поступило 13 заявок на обустройство общественных мест отдыха и парков. В 2017 году на реализацию проекта в федеральном бюджете запланировано 20 миллиардов рублей. 20 миллионов на обустройство общественных зон и дворовых территорий. Из них 8 миллионов нам прямо указывает программа, куда нужно направить. 5 на дворовые территории, 3 на общественные зоны. При этом 12 миллионов подлежат самостоятельному рассмотрению муниципалитетам. То есть это куда посчитаем нужным, смотря какие проекты будут реализовываться. 25 миллионов отдельно выделяется на парк лесозавод. Это будут целевые средства. И 18 миллионов выделяется из внебюджетных источников для обеспечения мероприятий по обустройству этой общественной зоны в районе между улицей Рыбников и школой номер 4. Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды инициирован партией «Единая Россия» и утвержден президентом России Владимиром Путиным. Он предусматривает благоустройство дворовых территорий и общественных зон отдыха. На острове Вайгач туристы столкнулись с белыми медведями. Люди не пострадали и сумели отогнать хищников, однако звери разворошили сани для снегохода и повредили туристическое снаряжение. Очевидцы выложили видео, где заснят один из медведей и последствия визита животных. Специалисты предупреждают, что подобные встречи крайне опасны и могут произойти с каждым, кто отправляется в Арктику. Мишка приходил ночью большой, даже два. Вот он разворотил его лакушу. Искал, видно, что-то вкусненькое у ребят. Инцидент произошел на метеостанции имени Федоров на самом севере острова Вайгач. В этот момент в здании, помимо трех полярников, находились сразу две туристические группы из Наринмара. Всего 10 человек. По словам одного из туристов, поздним вечером два взрослых и довольно крупных белых медведя совершенно неожиданно вышли к станции. Из-за метели заметили их не сразу, а когда животные были уже всего в нескольких метрах от дома. Отогнать хищников удалось двумя светошумовыми патронами. Эксперты Всемирного фонда дикой природы отмечают, что подобные встречи возможны и в будущем. В это время года у медведей наступает период активности. На севере Вайгача в окрестностях метеостанции и около недействующей погранзоны туристы видели очень много следов медведей, некоторые очень крупные, размером со сковородку. При этом растет и поток снегоходных туристов, которые не всегда готовы к подобным столкновениям и могут не знать правила безопасности. Спортивные достижения. Два третьих места заняли воспитанники детско-юношеского центра «Лидер» на первенстве по боксу. О том, кем стоит гордиться, смотрите в следующем сюжете. Два третьих места заняли воспитанники детско-юношеского центра «Лидер» на первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения. В город Кировск, Мурманской области, где проходили соревнования, съехались представители всех областей Северо-Запада. 129 участников боролись за победу и возможность представлять свой город уже на первенстве России. О выступлениях наших боксеров расскажет Ирина Нижалова. Воспитанник детско-юношеского центра «Лидер» Матвей Чупов занимается боксом с первого класса. Сейчас юноша учится в седьмом, но за свою спортивную карьеру в выездных соревнованиях участвует во второй раз. Признается, для победы не хватает соревновательной практики со спортсменами из других школ. На первенстве Северо-Запада соперником Матвея стал опытный боксер. У меня класс этот взял в прошлом Северо-Западном. Он провел 44 боя, а 44 подержал победу. Но он сильный. Но не поступил. Мы очень жаль, друзья. Мы из-за этого взяли почаще, чтобы было немного лучше. В своей весовой категории Матвей занял третье место. Впрочем, как и второй боксер от нашего округа Илья Мининков. По словам тренера Анатолия Визерякина, Илья мог претендовать на победу. Ну, мы планировали, я думаю, он это мой ученик займет первое место. Ну, тоже не хватило немножко опыта. Провел один бой хорошо, и второй вел бой с местами. Ну, если бы так сказать, если бы у нас проводили, отдали бы Илья, там разговора не было. А раз я не имею, что не проиграл, отдали, а уже железно. А там отдали тому, и, ну, достойлись тоже третьего места. Третье место – очень даже достойный результат, учитывая небольшой опыт участия спортсменов в выездных соревнованиях. На протяжении всех боев Анатолий Визерякин находился рядом со своими учениками. Давал наставления и всячески их поддерживал. Тренер уверен, ребята себя еще покажут. Как с того чемпионата Северо-Запада округа никуда не ездили, ни одного соревнования. Это, считай, без практики, боевой практики, выйти в ринг, какой бы ты ни был, практики нету, все равно в чем-то уступишь. Где-то не успел, где-то опоздал, где-то не приспособился. И вот, ну, я доволен мальчиками, я думаю, они на 2 год, если так будут работать, все равно добьются, где-то займут первое место и даже попадут на Россию. Тренер в спортивных возможностях юных боксеров не сомневается. Уверен в них и президент Федерации бокса в Нинецком округе Денис Гусев. По его словам, в бокс ребята пришли не случайно. Это своего рода продолжение семейных традиций. У Ильи Минникова отец, занимается боксом, был чемпионом Нинецко-автономного округа по боксу в 2008 году. Вот сейчас активно в судействе Виктора Александровича Минникова участвует. Поэтому очень приятно, что такие вот добрые и семейные опыты и знания были переданы сыну. Матвей Чупов, у него брат является первым мастером спорта в Нинецком автономном округе. Поэтому любовь к спорту, любовь к боксу была передана. И сейчас Матвей активно занимается спортом. Почетным гостем первенства Северо-Запада стал олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира по боксу Александр Поветкин. Напоминать о встрече ребятам будет совместное фото. Впереди у наших боксеров тренировки и новые спарринги, чтобы уже в следующий раз подняться на новую ступень пьедестала. Что касается победителей первенства СЗФО, то они получили право участвовать в первенстве России. Эти соревнования пройдут в Анапе уже в ближайший месяц. Ирина Нежалова, Александр Бабрякович, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть нас вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...